Отправляемся в город Астана. Здесь Борис будет проводить свой первый матч в нынешнем регулярном чемпионате. Команда прилично перезагрузилась, поменяла руководство. Очень много новых игроков нет. Пока заброшенными шайбами дела обстоят чрезвычайно напряженным образом. Одна шайба Борису, две Минскому Динамо и две Авангарда. То есть всего пять против 14 у Бориса. Все это, я думаю, достаточно красноречиво отражает вход в старт этого сезона. Вот, пожалуйста, гол. 1-0. Впереди Борис. Расстреляли Илью Ежова с близкого расстояния. И, пожалуйста, принимает здесь поздравления у нас, по-моему, второе звено. Вот так вот. Пожалуйста, еще один дальний бросок. Барат Хайруллин играл во втором звене в предыдущем матче. Сейчас он перешел в третье. Ну, а партийный, динамичный. В ней была масса силовых единоборств. И нефтехимик навязывал эту борьбу сопернику. И, причем, еще раз повторюсь, по силовым приемам он превзошел Авангард. Ну, а пока атакует опять Борис. Еще один опасный бросок. Брэндон Баченский сейчас выстреливал. Он забросил в Нижнем Новгороде свою первую шайбу. У него было 49 набранных очков в прошлом сезоне в регулярке. Что касается Нятинина, 40 очков у него. И 51 очко было у Пустина. Вот, собственно говоря, счет сравняли. Но уже... Да, эти же ребята сравняли. Рухома, который принимает поздравления сейчас своих партнеров. Давайте еще раз смотреть. Ну, вот так вот. Все это, конечно, помешало ему набрать больше очков, чем он действительно мог это сделать. Гол! 2-1! Ну что же, у Романа Старченко продолжается его результативная серия. Теперь она составляет 10 матчей. Ну, удаление до добра не доводит. Не сумел обыграть соперника. Палашик по-прежнему остается. На реализацию численного преимущества приехал Парядин. Здесь же с ним играет Павел Куликов. Так, а... Кто на пятаке? Вот, пожалуйста, бросок, добивание и 2-2! Так, Михнова поздравляют. У Карсона слетел шлем. И арбитр... Арбитр, по-моему, сейчас будет разбираться. Но, так, давайте сразу скажем, что шайба влетела в сетку после того, как Карсон оказался без шлема. Алексей Михнов в чужую зону. Они приводят к возможности поменяться. Сдунов сейчас играет в меньшинстве с Куликовым. Бросок поворотом. И шайба в сетке! Ну, как же ее ежок-то пропустил! Неужели Кертис Волк? Неужели Кертис Волк? Это первая его шайба в континентальной хоккейной лиге. И моментально забрали ее из сетки, чтобы Кертису Волку подарить. Смотрим еще раз. Волк делает передачу. Бросает Брэндон Баченский. Хорошая передача и отличный возврат шайбы. Но только партнер был не готов к моментальному броску. Старченко. Гол! Разыграли великолепно сейчас хоккеисты Бориса. Петерсон, голевая на Старченко. Дубль у 48-го номера Астанинского Бориса. И у Петерсона вторая голевая передача в этом матче. Третья в сезоне 4. Так, Галимов шайбу оставляет в зоне. Шеребзянов. Своего же попадает. Попытка добить и шайбу в сетке. Третий гол большинстве Нижнекамского нефтехимика. Да сколько же можно удалять? Ничего страшного нет. Удача всегда важна. Если она на твоей стороне, то это прекрасно. Вот Шеребзянов, пожалуйста, бросает. Шайба, по-моему, от плеча Мехнова попадает к Гуликову. Галимов тут тоже разогнался. Впечатал соперника Семенов. Поверху шайба летит неудобно. Опять подбогает себе Кертис Волк. В который раз он уже оказывается на пятачке. В Нижнекамске снял голкипера. И Борис одну шайбу отыграл. Это сделал Пустинин в игре 6 на 5. Нятинин, опасно. Гол 4-4. Ну вот так вот первое звено. Финская великолепнейшим образом реализует свой шанс. Это Нятинин и это Борис. В полном его великолепии. Как со своими плюсами, так и со своими минусами. Забить 4 и пропустить 4 в концовке. Не удержать. Рухума, передача. Сергеев, по-моему, бросал поворотом. Пока не точно. Палашик вышел на реализацию большинства. Свеженький. Оставил шайбу Сергееву. Быстренький перевод. Далман Липенвол. Гол. Все. Палашик заканчивает этот матч. Блестящим броском в большинстве. 4 гола в неравных составах. Сегодня Нефтекимик берет полноценный реванш.